Молдавские власти погрязли в коррупции и не выполнили своего главного предвыборного обещания. Об этом говорится в докладе Немецкого института международных отношений и безопасности. В документе отмечается, что эйфория, которую испытала как местная, так и зарубежная либеральная аудитория после победы реформаторской партии в Молдове, сейчас утихает. Новое руководство республики не выполнило своего главного предвыборного обещания – бороться с коррупцией посредством эффективной реформы судебной системы. В то же время, согласно представленному отчету, еще одним поводом для беспокойства является то, как ПДС провела правовые реформы и полученные результаты, а также попытки властей Молдовы установить полный контроль над всеми структурами государства. Провал был подтвержден внутренней и внешней критикой, согласно которой законопроекты ПДС не отвечают демократическим принципам. Потерпев неудачу, молдавское правительство само погрязло в коррупции. Риск использования кооптации заключается в том, что правительство, скорее всего, окажется вовлеченным в коррупционные схемы и планы группы, которую оно поддерживает. Это может означать, что правительство ПДС или его приспешники также могут быть вовлечены в эту схему, говорится в отчете. Пресс-секретарь ПДС Адриана Влас не ответила на наш запрос о комментарии по поводу выводов института. Мы также запросили комментарию представителя правительства, но пока не получили ответа. Недавно депутат от партии действий «Солидарность Раду Мариан» заявил, что партии, в которой он состоит, нужен еще один мандат для завершения реформ в системе правосудия. Отметим, что немецкий институт международных отношений и безопасности считается одним из самых влиятельных аналитических центров Европы в сфере международных отношений. Ранее Госдепартамент США и правозащитная организация Amnesty International в своих годовых отчетах указывали на отсутствие ощутимых результатов в борьбе с коррупцией и реформе правосудия в Молдове.